В этом центре ВЕСИНФОРМ Олег Кулинич, тоже правозащитник, общественник, который давно занимается правозащитной деятельностью, он участник Майдана в Запорожье и в Киеве. Он у нас, можно сказать, боевой революционер, потому что провел не один день на передовой, на баррикадах. И, собственно, у нас такая экстренная сегодня встреча с журналистами, потому что активисты, есть у них заявление, которое бы они хотели сделать официально от своего имени. И сегодня мы будем это слушать. Итак, я предоставляю вам слово. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Я бы хотел, в первую очередь, поблагодарить Виталию Дзюбу за то, что он согласился нам предоставить помещение, в том плане, чтобы мы с вами встретились, немножко обсудили ту ситуацию, которая сложилась в нашем городе, в нашей области. Ну, перед тем, как начать нашу пресс-конференцию, я бы хотел попросить всех почтить минуту молчания памяти тех офицеров, которые, к сожалению, уже сегодня есть погибшие в Крыму. Давайте почтим минуту молчания памяти погибших военных. Спасибо. Итак, мы немного начнем с того момента, что я бы хотел сказать, что уже прошло довольно-таки немало времени с тех пор, как победила революция у нас в Украине. И, действительно, Майдан, на котором гибли люди в Киеве, Майдан, который поддерживал Киевский Майдан, это наш запорозский Майдан, где тоже, к сожалению, без крови не обошлось. Я бы хотел немножко сказать о том, что происходит на сегодняшний день у нас в городе и в области. К сожалению, к большому сожалению, на сегодняшний день на воскресных вече, где происходят воскресные вечи, к сожалению, тяжело уже добраться до микрофона для того, чтобы информировать общественность о реальных событиях, действительно, которые происходят. Или на самом деле происходят в системе власти, или мнимые происходят какие-то смены власти. Поэтому, и только благодаря тому, что сегодня нам предоставили помещение, мы хотим вас об этом информировать. Потому что, к сожалению, еще раз повторюсь к микрофону уже на площади, хотя было объявлено, что микрофон свободный. И последние вечи воскресные, ни мне, ни Анатолию Викторовичу, ни Кулиничу Анатолию Филипповичу не дали возможности хотя бы по две минуты высказать свое мнение. Поэтому мы сегодня выскажем свое мнение, то, что на самом деле происходит у нас в области. Из того всего, за что люди стояли на Майдане и за что люди боролись, к сожалению, сегодня мы получили, и то с большим напором, мы получили только действительно одного нашего народного прокурора области, это Александра Оршатского. К сожалению, вот это позорное явление, которое сегодня присутствует в нашей уже новой власти, назначение по партийным квотам, это опять те же старые грабли, на которые уже мы наступали в 2005 году, после помаранчевой революции. Это действительно сегодняшний день позорное явление. Что мы имеем? Сегодня мы имеем то, что у нас назначен губернатором господин Баранов, как он подтвердил свое, скажем, причастие, и то, что он прошел по квоте от удара. Другое дело, какую оценку дает ему Майдан, но так, как было сказано господином Сенченко в понедельник на свободе слова, он подтвердил то, что в Украине по квотам от партии «Удар» было назначено пять глав областных администраций, и ни одного из глав назначенных администраций, Майданы, народные Майданы, не приняли. То же происходит и у нас. Что мы видим? Ведь Майдан стоял, и люди гибли не из-за того, чтобы поменять в кресле, будем говорить, Иванова на Петрова или Петрова на Сидорова. Майдан стоял, и люди гибли для того, чтобы была сменена полностью система вертикаль власти. К сожалению, этого сегодня у нас в области, и тем более в городе нет. Что мы дальше видим? Идет какие назначения? Идет назначение господина Баранова. Кого он подбирает себе в команду? Он подбирает себе в команду господина Самардака, первым замом. Человек, который находился два года в розыске, в государственном розыске. Он сегодня берет в команду господина Ганчарука, который является членом партии регионов, который был причастен к кровавому воскресенью 26 января. Он сегодня берет в команду госпожу Бойко, которая на тот момент была управделами господина Горисполкома и активно принимала участие в организации антимайданов, которых сгоняли бюджетников на Майдан. Мы там все были и все это мы видели. К сожалению, к большому сожалению, в том, что в силовых структурах сегодня начальником назначен господин Ольховский Виктор Иванович. Да, он хороший человек, да, он хороший оперативник. Но это не говорит о том, сегодня будем говорить о том, какую команду он ведет. Согласуются ли вообще с кем-либо назначения? Не получим ли мы то, что вернемся опять в середину 2000-х годов, когда работали все возможные схемы? Не вернемся ли мы к тому, что опять будет внедрена схема на Запоростале с так званными шоколадками? Тогда вы знаете, что какая это была схема. Не вернемся ли мы к тому, что опять будут убийства на балке средней? Не вернемся ли мы к тому, что ни для кого не секрет, что основное крышевание наркоторговли, торговли оружием, торговли людьми, это сегодня большой вещь для силовых структур. Это идет крышевание силовыми структурами. Не вернемся ли мы опять к тому, что у нас будут, у нас придут всевозможные криминальные кланы в город, которые будут опять деребанить город. Вот это опасность того, вот это свидетельство того, что мы на сегодняшний день имеем. Потому что поменять одного человека на другого, это не решение вопросов. И люди сегодня требуют смены полностью системы власти. Насколько мне известно, должен быть сегодня издан приказ министра МВД, которые, все начальники, которые были назначены или не были назначены, они будут выведены в разряд ИО. То есть это уже сегодня они, я думаю, услышали Киевский Майдан и, думаю, услышали нашу общественность на местах, в том плане, что все должны руководители пройти через иллюстрационный комитет. Начиная с главы обл. администрации и заканчивая начальником райотдела. Мы сегодня говорим о том, что да, на местах в системе власти, как в исполнительной, так и в силовых структурах должны работать профессионалы. Но там должны работать, не запятнавшие себя коррупционными связями, не запятнавшими себя связями с криминалитетом. Там должны работать честные люди, патриоты нашей Родины, которые действительно будут служить присягой, которые будут придерживаться всех норм права и конституции, и которые будут служить действительно народу Украины. Большому сожалению нашему, в том плане, что некоторые активисты, так сказать, нашего Запорожского Майдана, это госпожа Лея, госпожа Еременко, которые все делают для того, чтобы рассказать общественности, какой Баранов хороший. Может быть он и хороший, я не спорю, я не умоляю его достоинства как профессионала. Я не хочу сказать о нем, что он плохой. Но я хочу задать вопрос. Готов ли он публично вернуть в собственность громады Бердянска все те базы и детские санатории, которые в его бытность мэра Бердянска были отняты и раздеребанены? Готов ли он сегодня ответить, какая судьба тех уголовных дел, которые были возбуждены? Готов ли он сегодня ответить на то, что 18 февраля, когда расстреливали на Майдане людей, он сидел в Верховной Раде с господином Рабаком, тогдашним головой Верховной Рады, и, наверное, подсказывал ему, так как он был советником, у него подсказывал ему, что нужно делать на Майдане. Корректировал, готов ли он ответить, готов ли он сказать, почему сегодня в команде в него остаются те же регионалы. Немножко, чтобы вам было понятно, на последнем Куралтайе, ихнем, я его называю Куралтай, это сходка партии регионов городской партийной организации, где был избран господин Таран, руководителем городской партийной организации, дана негласная, скажем так, вказилка руководства партии регионов. Тем всем ихним партийцам, которые сегодня еще состоят в партии регионов и занимают какие-либо должности в исполнительной власти, временно, но я даже не могу понять, как это ихняя формулировка, временно выйти из партии регионов. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы замылить глаза общественности. Почему это делается? Потому что они хотят взять реванш на следующих выборах. Понятно, ни для кого не секрет, что наш город довольно-таки бело-голубой, и все есть возможности к тому, что, может быть, где-то они возьмут какой-то реванш где-то в каких-то селах, в каких-то районах. Но я хочу сказать, пусть они ответят сегодня, пусть сегодня губернатор, господин Баранов, ответит, почему, с его ли ведома, или без его ведома, в курсе ли он, что в воскресенье в городе Токмаке собирался, так сказать, тайная вечеря народных депутатов от партии регионов, и был разработан некий тайный план, который они хотят внедрить на следующей сессии областного совета с принятием, голосованием регионов, с принятием того, чтобы принять о том, чтобы наша Запорожская область пошла по пути областей Донецкой, Луганской, и проголосовали за то, чтобы в Запорожской области был проведен референдум федерализации. Почему об этом молчит власть? Почему об этом молчат силовые структуры? Почему на сегодняшний день свободно разгуливают тетушки в городе? Почему на сегодняшний день свободно разгуливают сепаратисты с призывами сепаратистских лозунов в городе? Это что? Это сегодня уже новая власть? Им способствует? Или как тогда вопрос к ним? Кто за это ответит? Почему сегодня неспокойно себя чувствуют граждане города и граждане области? Потому что сегодня многие обращаются к нам и говорят, как нам быть? Мы боимся детей выпускать на улице в выходные, не гулять, потому что в городе разгуливают тетушки. Это что сегодня? Говорит о том, что идет дележ, деребанится все возможные назначения? Или мы опять переходим к той, я бы сказал, позорной опять-таки системе, когда будут продаваться должностя на назначение главы в райадминистрации и так далее. Неужели за это люди гибли? Неужели за это люди стояли на Майдане? Поэтому на сегодняшний день нам, к сожалению, на Майдане вопросов таких задать не удается. и я думаю, что с вашей помощью, как четвертой власти, я думаю, что мы сможем донести это не просто здесь, на местах. Ведь мы хотим, чтобы нас услышал и Киев. Мы хотим, чтобы услышали в центре, в том плане, как идет система назначения. Кто вообще руководит этим? Отдают ли они себя отчет в том плане, что будет с регионами? Когда начнется избирательная кампания? Мы сегодня подготовили здесь и в дальнейшем я скажу и мы подпишем эту заяву. Здесь мы подготовили в этой заяве на прокурора области. Я думаю, что это действительно наш народный прокурор и он отреагирует на ее и на генерального прокурора. Мы подготовили это один из демногих тех материалов, на которые сегодня они должны отреагировать. И я думаю, что мои коллеги здесь прямо в присутствии вас, мы в конце пресс-конференции подпишем эту заяву и поручим Анатолию Филипповичу ее вручить прокурору области, а также отправить генеральному прокурору. Я думаю, потом у кого-то возникнут вопросы, я буду готов ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, теперь. Анатолий Шевченко, да? Вы видите, мы выступаем на русском языке сегодня, нас обзывают некоторые бандеровцы, провокаторы, экстремисты и так далее. Я депутат сейчас городского совета, я был депутатом областного совета, я был три раза кандидатом в верховный совет, я был два раза кандидатом на мэра города Васильевки, я бывший офицер милиции, ну какой с меня экстремист, какой с меня провокатор, какой с меня бандеровец, я в то время вообще не жил даже. Я просто уже 30 лет своей жизни, и я думаю, многие корреспонденты меня знают, борются с коррупцией, невзирая на лица, на их должности, на их партийность и так далее. Совселенодушные, вы знаете, мы боролись с наркомафией, запрос к области, на нас искали тогда киллера, 100 тысяч долларов выделяли, чтобы нас двоих убить, но мы пока живы и ведем эту борьбу. В прошлом году я начну с партии УДАР, покажу удостоверение, есть ли он партии УДАР, вот мое удостоверение. В прошлом году я был кандидатом в Верховный Совет от партии УДАР по Васильевскому избирательному Украину. Вот моя листовка, есть документы, вот мое удостоверение кандидата в Верховный Совет от партии УДАР, ее сегодня взял. Что я обещал людям? Я иду на борьбу с мафией у Влади. Я это всегда обещал и продолжаю эту борьбу вести. И я никогда от своих слов не откажусь, и я никогда не предам, можно сказать, обкраденный народ. Независимо от того, кто будет при власти, я скажу от себя, я всегда остаюсь с этим нашим обездоленным, обкраденным, простым народом. И всегда я борюсь против, скажем, этой коррупции, невзирая на партийность. И потому сегодня я начал с того, что я член партии УДАР, и так как вы знаете, как говорит сам Баранов, его якобы представила партия УДАР на главу Запорожской областной администрации. Я с первого дня, я думаю, кто был на круглом столе в областной администрации, в тот день, когда Баранов только приехал, я с первого дня сказал за этим круглом столом прямо в глаза Валерию Алексеевичу, что я против ее назначения, и предложил ему прямо в тот день написать заявление о своей отставке. Он меня тогда не услышал, наверное. Значит, вечером на митинге, в этот же вечер, когда был первый круглый стол, кто был на этом митинге, я буду прямо говорить, некоторые лидеры нашего Майдана Запорожского начали, как говорят народе, петь песню уже Баранову, начали хвалить его, он еще даже не приступил работать, они уже его хвалили, даже уже пошли выкройки, молодец. Какой молодец? За что? За то, что я дальше скажу, у него, сколько там за ним шлиф тянется, злоупотребление, незаконных действий, что очень много статей, надо в Головном кодексе к нему применять, я об этом немного позже скажу. Поэтому я там на том митинге, это первый день, как Баранов только был назначен, я с трудом получил слово в самом конце. Я не мог, голова антикоррупционного комитета, на том митинге, выпросить слово. И один я, тогда, нескромно говорить, смог пройти до микрофона и сказал правду. Я против назначения Баранова, я рассказал ряд фактов, и ему что же, на митинге предложил, Валерий Алексеевич, еще раз вам предлагаю, пойдите в отставку. Он этого не сделал. Дальше. Я выпустил листовку, за свои деньги. Я не служу ни одному клану, никакому, ни Черняку. Когда-то в газетах писали, Шевченко в долгу Черняка. Так вот я говорю громко, я с Черняком никогда рядом не стоял. Я его знаю заочно, и он, думаю, меня знает. Но мы с ним лично не знакомы, я с ним ничего общего никогда не имел, не имею, и вообще ни с какими кланами, ни в Запорожье, ни по Украине, я не связанный. Это я заявляю ответственно за это. Ни с какими кланами. Я всегда, можно сказать, на своем энтузиазме, как бывший офицер милиции, как депутат, и так далее, веду эту борьбу, и буду вести ее дальше. Значит, дальше я продолжу. Я по Баранову выпустил листовку за свои деньги, 260 гривен заплатил, 2000 только смог выпустить, больше, ну, у меня денег нету больших. Я в этой листовке, кто ее читал, написал правду о том, что в то время, когда гибли на улице Институтской наши, можно сказать, герои, которые за нас погибли, чтобы мы жили в правовой государстве, чтобы не было коррупции, и так далее. А Баранов, будучи на должности советника, главы Верховной Рады, рыбака, выглядывал в окно и давал советы, как я говорю, бандитской власти. Ну, политическая биография вам известна, но коротко назову. 1999 год. Баранов поддерживал в городе Бердянске Кучму, президента Украины. 2001-2002 год Баранов создавал Бердянский блок за еду, про Кучмовский блок, вы знаете. В 2004 году Баранов поддерживал Януковича в президента Украины, когда я ловил тогда эти карусели и так далее. В 2007-2006 году Баранов вступил в блок Литвина. В 2007 году Баранов прошел по спискам парламент блока Литвина. В 2010 году Баранов стал председателем бюджетного комитета Верховного Совета. Он же подписывал эти бюджеты на, я называю, Камарилью Януковича. Вы видели, сколько у него охраны, сколько у него всего накраденного. У него же под Киевом 40 тысяч гектар уходничьего угодья под вооруженной охраной. У него в Крыму 37 тысяч гектар уходничьего угодья под вооруженной охраной. Это все с бюджета выделялось финансирование и так далее. И Баранов подписывал эти бюджеты на армию. Вы же видите, что сейчас армия, наша техника в основном не заводится, горючего нету. Офицеры, летчики и так далее не летали, не обучены. На армию не выделялось денег, армия уничтожалась. Я уже не вспоминаю медицину, образование и так далее. Баранов подписывал бюджеты на Камарилью Януковича и грабили всю Украину. Вот так жили. То же не все еще показали. Значит, дальше. В 2012 году вы знаете, все, Баранов был кандидатом в Верховный Совет. Кто ему помогал? Партия регионов. Ему в Бердянск закачали 80 миллионов гривен помощь на агитацию, как и в Васильевском округе Бандурову у меня закачали. Бандуров я не выдержал и выпускал газету, что река течет. При поддержке Баранова солнце светит тоже благодаря Бандурову и так далее. Все, что в районе в округе не делалось все Бандуров. Все Бандуров. Бюджетные деньги поднес, закачали. Дороги ремонтируют. Окна в школах меняют, в детских садях. Двери меняют. Я депутат городского совета Васильевского под меня ни одной гривни никто не закачал. Значит, я дальше скажу. Значит, сейчас назначение Баранова для нас было неожиданным. Мы никто не знал об этом. Накануне его назначения мы Народной Раде обсуждали трех кандидатов. У нас была информация. Это возможно будет Баранов или возможно будет Александр Старух. Извиняюсь. Значит, и Вадим Кривохатько голова партии УДАР. Я вышел на трибуну не знаю прав я не прав как на меня посмотрят я от себя считаю я справедливо поступил. Я сказал все трое недостойны. И коротко сказал почему Баранова нету даже и тут и слов категорически моего нет против его назначения. Старух ничем особым себе ранее не проявил. Буду прямо говорить извиняюсь за выражение после меня не обижается. Показал как в народе говорит никакой Вадим Кривохатько голова областной партии УДАР а я член рядовой партии УДАР. Ну поверьте мне было как бы нелегко говорить против своего руководителя областной партии но я сказал тоже против своего с трибуны. Почему? Потому что Кривохатько после выборов в прошлом году в Верховный Совет конференцию не проводил результаты выборов мы не рассматривали год партийной работы активно не велось ни в одном митинге Кривохатько участие не принимал в революции участие не принимал как только погибли люди на Майдане в Запорожье я отходил два уголовных дела на домашнем аресте сидел грозило мне 8 лет лишения свободы побили вот я знаю корреспондента Слесарчука и других в Запорожье людей побили и так далее Смоленко да Смоленко извиняюсь значит я изменяюсь потому что я сплю по 3-4 часа и то не всегда значит закончу сейчас значит Кривохатько не было здесь потому я свое слово сказал против ее назначения ну утром уже мы узнали Баранов глава областной администрации коротко по заместителям вот у меня материалы с собою не слова а материалы это не все по Самардаку действительно против Самардака в области раскродались рассветительные системы 2003 год и до сегодняшнего дня их раскродают я много фотографировал я следил мне взятки предлагали по 10 тысяч долларов только просили Анатолий Викторович вы нас только не трогайте не фотографируйте хотите моему процент еще платить я не взял ни одной взятки продолжаю и даже недавно в своем Васильевском районе тоже обнаруживал ловил фотографировал значит Самардак коротко против него было возбуждено уголовное дело по 27 статье части 5 и по 191 статье части 5 ему грозило от 7 до 12 лет лишения свободы с обязательной конфискацией имущества он был около 2 лет в бегах это у меня все в документах а теперь Баранов кто был на втором круглом столе сказал так вы где нашли этого Самардука он же в бегах был теперь на первого заместителя вы ее нашли в моей категорической нет такой команде не буду характеризовать Патриан Гончарука все же остались с партией регионов в районах все остались главы администрации с партией регионов разве я боролся всю эту скажем революцию за то что поставила с партией регионов запрос в области те что поддерживали Януковича те что грабили нас всех вчера в Васильевском районе тоже была вечеря тайная партия регионов Бандуров приехал депутат Верховного Совета и собирались на тайную вечерю я об этом знаю и они договорились там они хотят контрреволюцию делать это всем нам понятно и вот эти все тетушки вот эти все юго-восточный фронт и так далее где наша служба безопасности где наша областная милиция это их работа есть же Конституция есть законы Украины есть уголовный кодекс почему никого не привлекают скажу почему до сих пор не арестован Пиклушенко почему до сих пор не арестован за связи с Анисимовым за побоище 26 января почему до сих пор не арестован Можейко представитель областного совета почему до сих пор Син не арестованный знаете за что тоже за Анисимова и за другие там дела почему не арестованный Ольховский я скажу вы видите по Барану Горю по Ольховскому пока немножко молчу я по Ольховскому скажу тоже открыто значит есть недостатки в его работе я много от него тоже отписок ранее получал он уже был начальником но на данном этапе я скажу это немножко лучше но это не значит что мы по нему тоже будем молчать. У нее есть шанс сейчас исправиться, показать себя. Почему до сих пор милиционеры, которые били нас, не отстранены должностей. На меня два дела было сфальсифицировано. Я подавал же прокуратуру, поручил отписку. Скоро подам новому прокурору. Возбудите уголовное дело против Долинова, полковника, который давал на меня ложные показания. Против подполковника, называя их Бодни, Слабышева, Загородня и Ващук, которые дали ложные показания против меня. Против следователя Баранова, который ввел первое дело против меня по 293 статье, помните, по 2 декабря возле городского совета. Баранов лично, следователь, зная законы, сфальсифицировал против меня протокол огляду предмету, называется, ну вы сейчас поймете, протокол расшифровки видеозаписи. Пять раз изменил мои слова. Пять раз. Я говорю, вы что, глухой? Не слышали, что я говорю совсем другие слова? Говорю, ну ладно, вы глухой. Я ему так и говорил на следствии. А понятые, что с вами 2 записанные протоколы тоже глухие? Или вы их попросили давать на меня ложные показания? И так далее. Второе дело против меня сам прокурор Гласси Кирлюк завел, сфальсифицировал полностью 100%. Я что, буду молчать и дальше? Я сейчас закончу. Давайте во время, да. Да, 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 это тоже коррупция. Давайте дадим слово этот. Да, я заканчиваю, коротко. Значит, я против назначения Баранова, главой областной администрации, против назначения всех его заместителей, всех, против всех. И я молчать дальше не буду. На митингу, как уже было сказано, нам уже слова не дают. Давайте, Филиппич, дадим слово. Пожалуйста. Самый активный участник Киевского Майдана. Ну, я за Киевский остановлюсь очень позже. Я хочу тоже добавить про милицию. Значит, милиция, несмотря на то, что главное руководство милиции поменялось, пришло старое, которое стало новым. Значит, у нас милицейские беспредели, мы их называем гестапоменты. Вы знаете, убийство в Куменаровском районе молодого парня 19-летнего в сентябре прошлого года. Лично, скажем так, милиция, лично, ну, скажем, покровительствует всем бандитским группировкам и действиям бандитским. Они получают за это живые деньги. Живые деньги получают. Теперь про Майдан. Значит, я на Майдане, вот эту Грушевскую, когда убивали, расстреливали, Сергея Нагаяна в 7 утра. Вот, потом в 11 часов, вот этот момент, как раз убили второго человека, а я, к сожалению, его не зафиксировал. Вот этот момент, вот эта девочка нам приносит, извините, подкармливает на баррикаде. Это, ну, киевляне, это реакция киевлян. Тут взрываются сумовые гранаты, газовые, как видите, это все с противогазами, с противогазами, с масками. Вот, это по Грушевску, это 22 января. 18 числа я находился в палаце, и его переименовали палац свободы, ну, в самовольных переименовали, это палац Октябрьский я находился, жил там. Вот эта наша баррикада была на институтской верхней, после Грушевской, как ее разрумили, вот нас перевели в эту баррикаду на Грушевскую, у нас начали похищать людей, похищать. Похищения проводились профессионально. Мы сразу тогда заподозрили, что это работа СБУ, это спецподразделение СБУ, это спецоперации проводились. С трех человек, у нас было очень много свидетелей, с трех человек успели двух захватить, одного мы успели отбить. Поэтому у нас были такие объявления, выходить за баррикадой опасно. Вот это на всех баррикадах потом разнеслось, когда мы уже определили, что это проводится против участников баррикады отборации. Ну и что касается 20-го, вот эта пуля подобрана, одна из трех пуль, подобрана возле палаца Жовтневи или Октябрьской, как его, или Свободы, когда мы его в Новом мире, или когда отступали переодетые внутренние войска, то не внутренние войска, то спецподразделения СБУ. Со снайперскими винтовками работали они. Вот одна из, у меня, если быстро, чтобы долгое время не содержать, вот одна из фотографий, я зафиксировал точку, откуда работал снайпер. Но, к сожалению, у нас снайперов не было, снять его оттуда было нечем. Дальше, по возвращению на Майдан, я два раза выступал с трибуны, майдановской трибуны, два раза на Хрестчатике, вы ее знаете, все ее видели. Выступал, когда я выходил, мне представляли, что я Запорожье. Слава, запорожская слава. Вы понимаете, насколько слава, настолько радовало слово Запорожье, киевлян, и всех майдановцев, кто там находился, по пять, по семь минут звучали слова, слава Запорожье, слава Запорожье. Приехавши оттуда, уже после расстрела нашей небесной сотни, я захотел на площади Поля, 22-го числа, я как раз приехал рано утром, 22-го числа у нас было на площади Поляковиче, я хотел выступить, мне не давали, не пропускали до микрофона. То бишь, получается, у нас микрофон, ну скажем так, приватизирован, что ли, используется для каких-то своих целей. Я ничего не хотел, не хотел затрагивать никого из участников майданов, потому что сейчас насколько сложная ситуация, что начинать внутренние разборки просто не, ну, не тактично. Я не хотел задавать вопросы, куда использовались деньги, которые собирались, потому что на Майдане мы жили за свои деньги, приезжали за свои деньги, как говорится, уезжали оттуда за больше двух тысяч гривен. Товарищи, которые со мной ездили, в том числе от Свободы, они ездили за свои деньги. Кому помощь шла, я не знаю, но я не хотел этот вопрос поднимать принципиально, пока не утихнет эти все дела. Но когда я увидел, что, извините, наши майданщики стали политиками, то есть продаваться начали, кто больше даст, кто больше для себя, начали искать для себя выгоду, я тогда, ну, в это воскресенье тоже хотел выйти на трибуну, так чуть-чуть сказать, только зацепить. Но мне, к сожалению, не пропустили. Меня начали выталкивать, Еременко начала меня выталкивать за трибуну и начала говорить, против меня два криминальных проважения открета, вроде бы за проведение Майдана. Я говорю, так у тебя же уже все они сняты, но если хочешь, будет третий открытый. Я постараюсь это сделать, обязательно постараюсь. Я вот прямо на этой пресс-конференции заявляю, я буду делать все, чтобы было открыто третье криминальное проважение до нее. Ну, еще что по Майдану могу сказать, значит, я, я думал, меня не будут одобрять, там, мои же товарищи, я помогал выходить из плена солдат внутренних войск. Была жестокость, она была спровоцирована, эта жестокость была спровоцирована так, Беркутом, хотя я Беркут тоже, ну, я не знаю, это преданная организация, просто преданная, проданная организация, которую подставили, вот, работали СБУшники, работали тетушки, которые имели вот такой знак опознавательный. Каждая тетушка носила себе, это при задержании одной тетушки, это два рубля русских, два главы Оргова. При задержании одной тетушки мне выпало с кармана, ну, я так, как вам сказать, на сувениры подобрал, я думал, вообще-то это пять копеек. Думаю, ну, сувенир, первый тетушка, но и задержанный. Когда я пришел в трибуне, одному из моих товарищей показал, он говорит, о, и мы задерживали. Нас тогда раскрыли глаза, как тетушки себя определяли, вот, по этой монете. Ну, в общем-то, я все сказал, в принципе, что хотел. Про Киев, про Киев и киевлян, и баррикады можно рассказывать. Очень много, если заинтересует потом. Перейдем к вопросам. Да, перейдем к вопросам. У нас, к сожалению, мало времени. Вы готовы отвечать на вопросы? Да. Коллеги, пожалуйста, вопросы. А могли бы Вы подробнее рассказать по поводу криминальных дел, открытых на Самардюках? Самардюках. Ну, это, давайте, Вы отвечайте. Ну, там, только коротко, две минуты. У нас мало времени. В 2005 году, вот у меня постановление о создании слідственной группы областной прокуратуры. Я официально объявляю, думаю, это не тайно. Была создана слідственная группа в составе следователя по особо важным делам прокуратуры Запорожского власти Гриценко, ставшего следователя по особо важным делам Слідственного управления МВД Украины Запорожского власти Петренко и следователя по особо важным делам следственного управления МВД Украины Запорожской области Гайдука. Эта следственная группа и далее завела уголовное производство против Самардака, против Васильевского бывшего главы администрации Грачева, против предпринимателя Шляхина и многих других. Значит, они на территории Запорожской области массово раскрадали растительные системы. Те, что были построены во времена Советского Союза, стоят они сотни миллионов, а может и миллиарды. Вырывали хорошие, не прогнившие, в отличном состоянии трубы, уничтожали каналы, плиты, срывали, моторы эти все и так далее. Продавали за границу, у меня тут даже есть в документах, фирмы эти все и так далее. Они не как металлом, а по дорогим ценам. Значит, уголовное дело было возбуждено по статье 27, части 5, это организованная преступная группа, и по статье 101, части 5, это грозило им от 7 до 12 лет, как я говорил, с обязательной конфискацией имущества. Это уголовное дело было передано в суд. Значит, она долго рассматривалась в суде, и в результате оно было закрыто, что я об этом официально скажу, не по основаниям, что они невиновны, не по основаниям, что не было тех хищений, а по тем основаниям, что арестительные системы строились во время Советского Союза, были колхозы, Советского Союза мы все знаем давно нету, колхозов нету, ну как бы нету потерпевшего. Как юрист скажу, есть состав преступления, его признаки, и тут не складывался состав преступления, выходит, потерпевшего нету. А новая власть не приняла эти трубы на баланс. Вот они, пользуясь при должностях, Самурдак же был заместителем у бывшего губернатора Березовского, властью, они на баланс их не приняли, и на миллиарды раскрадали. Это, я заканчиваю, материалы есть, это все правда. А куда у вас эти материалы? Я был в то время депутатом областного совета в комиссии по законности борьбы с коррупцией. Все материалы со своих источников получал. Давайте, чтобы спереди еще один задат. Вы все прекрасно понимаете, что Баранов пришел временно и фактически до президентских выборов. Тем не менее, вы не прекращаете свою борьбу, несмотря на то, что... Вот я была на первом митвиче, который первый Майдан в первый день проголосовал за Баранова. Единогласно. Я слышала, когда хлопали, показывали по телевизору, как голосовали. Это первый момент. То есть остается у нас Анатолий Викторович, ну, вас я не видела на заседаниях Народной Рады. Анатолий Викторович действительно постоянно не отходит от своей линии. У вас теперь не разберешься. У вас Майдан молотует за, потом часть Народной Рады против. Народная Рада подписывает меморандам, губернаторам. Понимаете, извините, вот здесь такое плохое выражение «пауки в банке». Я отвечу на ваш вопрос. Я не вхожу, почему туда, в Народную Раду, как вы говорите, потому что я, честно сказать, когда один раз пришел туда, я увидел столько там нового героя Майдана, мне, честно сказать, по-человечески, мне просто не противно стало идти, потому что я увидел людей, которые вообще не имеют отношения к Майдану. Это раз. Во-вторых, то, что вы говорите, что я поднимал этот вопрос, и почему мы... Не вы поднимали. Нет. Я... Нет, послушайте, я поднимал этот вопрос, и сейчас, почему я поднимаю этот вопрос? Потому что вот эти непонятные подписания меморандума с губернатором, как вы говорите, временно, ничего не бывает временно. Я вам хочу сказать, что сегодня, как вы говорите, временно, что приходит Баранов, временно, нет, не временно. Я провел свое, так сказать, расследование, я вам хочу сказать, у меня есть все, я вам дам документы, кто сегодня рвется к власти вместе с Барановым. Сколько сегодня преступных групп, сегодня, уже на сегодняшний день не работают, когда появились, как вы говорите, непонятные штанги, криминальные авторитеты. когда появились непонятные баранники, криминальные авторитеты, которые уже сегодня рвутся к корыту. Я вам говорю, почему, как вы говорите. А вы можете назвать конкретно, о ком идет речь? Нет, я вам отдам. Это, например, смотрите, идет группа Зуева, кличка Зуй. Потом дальше группировка. Это вся группировка Янакиевских. Чтобы вам было понятно. Они хотят сегодня управлять губернатором. Они сегодня хотят рваться к корыту. Они сегодня хотят опять продолжать деребанить город. То есть никуда не ушли, никуда не ушли все Донецкие. Никуда не ушли. Они сегодня просто начинают потихоньку меняться. Они сегодня, с учетом того, какая идет сегодня команда вместе с новым губернатором, сегодня они подлезают туда. Вот эти все группировки, которые, поверьте мне, это не зря мы сегодня вас собрали, потому что мы, к сожалению, не можем достучаться. Вы пишете письма у Турчина, вы отправляете. Вот это что страшно. Валера Баранник, вы его имели в виду? Да, да. Он атаковал активы Евгения Анисимова. Понимаете, как это не то, это то, что атаковались чьи-то активы. Здесь вопрос не идет. Скажем так, этот человек, сам факт, что когда появился непонятный какой-то активист Майдана Штанга, который ранее трижесудимый, когда появляется активист Баранник, который четырежесудимый, то это должно осторожить общественность. Почему эти люди рвутся сегодня, скажем, к тому руководству, которое, как вы говорите, сегодня временно? Может быть такое, знаете, опасность? Есть понятие, что ничего не бывает постоянного, как временное. Нет, подождите. Губернаторов назначают президентом. Мы хотим все. Вы выборы на 25-е годы. Мы сегодня хотим, почему? Вы хотите сейчас обезглавить область? Мы не хотим, когда говорят, ой, опасность, опасность у нас на границе. Хорошо, опасность на границе по всей Украине. Почему сегодня? По всей, у нас, наверное, граница. По всей, по всей. По Западной Украине опасности нет по имени. Секундочку. Дело в том, что есть... Нет, есть в том, что, знаете как, мы уже знаем, что вчера уже Крым откусили, но дело в том, что этот диктатор может откусить не только Крым, он может отдойти до Киева. И есть опасность... А нам сейчас надо убрать губернатора, нам надо власть убрать, чтобы пришел захватчик. Подождите, подождите, подождите. Я вас уверяю. Мы этого добиваем. Да, причем здесь одно к другому. Я вам скажу, что пусть это будет, как не пафосно сказано, но если придет сегодня агрессор, то Баранов первый сдаст эту власть. Баранов первый сдаст нас вместе с властью. И поможет сюда войти, и будет завтра, как в 2010 году ходил за георгиевской ленточкой, и точно будет так завтра ходить, когда сюда придут российские войска. Будет ходить за георгиевской ленточкой. Вот что опасность. Вот в чем опасность. Потому что под этот шумок, под этот шумок, мы когда, как вы говорите, придет потом пока временно, а потом придет вроде бы как после выборов настоящий... Это же по закону так. Это же по закону так. Подождите. Мы знаем законы. Давайте так, какие есть альтернативные предложения у вас? Ну, допустим, Баранова мы сейчас раскрыли, да, его сущность, да, грубо говоря, там, кого он ведет в классе. Кого вы предлагаете? Альтернатива, что мы делаем? Мы сегодня хотим вместе сообществом донести до Киева, потому что все равно без Киева, если Киев нас не услышит, то, к сожалению, мы можем опять вернуться, я еще раз говорю, мы можем вернуться в середину 2000-х годов. Мы можем, не то, что есть опасность, а я думаю, что это так и будет, что мы получим еще очередной Майдан, это будет еще хуже. Как вы говорите, что когда, вот тогда мы расслабим полностью всю систему власти, мы расслабим народ, и мы тогда, и тогда, как Крым взяли россияне голыми руками без единого выстрела до вчерашнего момента, к сожалению, точно так же они придут на Юго-Восток, потому что вы прекрасно понимаете, что Крым России без Юго-Востока не нужен. Достучаться до Киева нам куда нужно. Кто вас устроил на должности губернатора? Вы знаете, как это не будет пафосно сказано на сегодняшний день, если как я не берусь судить кого-то или этот, ну, например, я бы сегодня видел, честно скажу, и я бы внес такую альтернативу, пропозицию Киеву, на сегодня нет более принципального, честного, порядочного человека в нашем городе, в области. Нет, нет, моя дорогая, принципиально и честный человек, который действительно работал и в системе МВД, и в системе власти, и действительно это был помощник народного мэрополика, это господин Зоту. Я бы его с удовольствием внес на кандидатуру на должность главы Запорожской областной государственной администрации. Если Лех, Еременко, Артюшенко, их бы устроил Зотов, они бы тоже точно так же собрали пресс-конференцию. То есть тут как бы это может... Дима, Дима, я хочу сказать одно. Лех, Артюшенко, Еременко, мы прекрасно понимаем, почему их устраивает кандидат господин Баранов. Я не понимаю, вы скажите. А почему? Мы прекрасно понимаем, мы прекрасно знаем, на чьи деньги это было создавалось, эта организация, и на чьи деньги это работала система. А какая организация? У них там несколько же организаций. Ну, Запорожье против беспредела. А то же это Еременко, Акраинская справа, это Артюшенко. Спильно справа, да. Спильно справа это Артюшенко, а Запорожье против беспредела это Лех. Все равно эти люди работали на деньги тех людей, скажем так, которые относятся к тому или иному клану. Вы на Баранова деньги или нет? Нет, я не на Баранова деньги, я не имею в виду Баранова здесь. При чем тут Баранова? Баранова тут ни при чем. Я просто почему, как вы говорите, соберут, пусть они попробуют собрать и пусть скажут то, что мы знаем, пусть они скажут в отношении господина Зотова. Зотова сегодня никто не скажет, что он принадлежит к одному из каких-либо кланов. Это что опасно? Вот это опасно то, что сегодня рвутся опять кланы. Вот это то, что опасно, я вам раздал схему, то, что никуда не ушло, скажем так, преступное сообщество, которое будет продолжать создавать новые схемы. Ведь прекрасно вы понимаете, что к кому относится господин Самардак, это представитель всем известного клана индусов. Все мы знаем. Нет, он рассказывал. Да секундочку. Подождите, нет, подождите, нет, они есть и они вернутся. И вернутся те же самые схемы, почему сегодня уже отдана команда всем бюджетным организациям прекратить, прервать договора обслуживания в других банках и перейти в банк Индустриал Банк. Почему? Потому что хотят вернуть опять те же самые старые схемы. Взять многомиллионный кредит у банка Индустриал Банка, заложить наше имущество, а потом этот кредит и этот же бюджет потихоньку спокойно дереванить. То есть это для нас всех схема известна. То есть вот наша позиция. Я не говорю, я не хочу сказать в том плане, что Барану там сильно плохой. Может он специалист хороший, может он хозяйственник хороший. Но когда он создает человека, свита делает короля. Когда мы сегодня видим, кто идет с ним в команде, вот это настораживает. Вот это опасно. И когда начинают общественники наши, я плохого о чем никогда не говорю, но когда общественники наши начинают хлопать и говорить, что это самая лучшая кандидатура и пожалуйста его нельзя трогать. Ну когда эта кандидатура, как вы говорите, на Майдане люди поднимали голоса. Понимаете, когда эта кандидатура уже в Майдан запускает своих 50-70 человек, которые поднимают руки, то это еще не весь Майдан. Вы посмотрите на втором вече, как Майдан голосовал. Майдан не принял Баранова на втором вече, когда люди подумали, когда люди узнали. И в самом начале я сказал, пусть он выйдет и скажет честно. То, что он начал первое свои движение с обмана, это уже говорит о том, что этот человек не собирается честно работать. Это не говорит о том, что он поменялся. Это не говорит о том, что он поменял свои мировоззрения. И он будет сказал, я вот такой честный, я все, я сегодня пришел, и я, как он сказал. И вот эти, понимаете, подписания всевозможных непонятных меморандумов. Они все понятны. Все понятны, все успоко... Все общественность, сегодня я с вами подпишу, завтра я с Анатолием Викторовичем подпишу. Потому что надо работать, надо как-то восстанавливать. Ир, ну он подписывается сразу, я понимаю, он даже с Анатолием Викторовичем подпишет. Понимаете, ну... Нет, ну... Что вообще происходит? Ткаченко или Деснашин сделал заявление, что Лех, Еременко и Артюшенко будут под Генеральной прокуратурой устраивать там демонстрацию, по поводу того, чтобы Шацкого сняли с должности областного прокурора? Нет, это не так. Это они будут сегодня, Лех, Еременко и все эти будут говорить о том, что они пытаются сегодня нас дискредитировать, что мы сегодня собираемся якобы дискредитировать Баранова и Шацкого. Они не... ну, то есть, к Шацкому, Шацкий народный мяр, это действительно, который действительно... Извиняюсь, прокурор, который действительно от народа, который действительно... И он сказал на Майдане, я стану прокурором, я наведу порядок, и мы ему в этом поможем. Мы хотим сегодня помочь. Почему мы подготовили к нему заявление? И мы его сегодня подпишем, мы ему поможем в этом. Но опасность того, чтобы сегодня, сегодняшнюю власть, которая, скажем, может, действительно хочет и честно работать, не убаюкали вот те люди, которые кланово идут сегодня во власть. Это опасность. Это опасность того, что... Я еще раз говорю, никуда не ушли, Енакиевский клан никуда не ушел. Он здесь на месте, только они меняются сегодня. Вот что опасность. Вы здесь прокурор, вы же с прокурором будете, материалы подготовили. Будем. Он будет, да. Мы будем... Судружествуем с Виктором Ивановичем. Мы будем им помогать. Но я почему сегодня говорю, понимаете? Дело в том, что когда... Вот опасность чего, как вы говорите. Когда будет прокурор один, если он прокурор один, он ничего не сделает. Должна быть команда прокурор, начальник УВД, начальник СБУ, глава обл. администрации, начальник налоговой. Это должна быть команда, которая будет действительно работать слаженно, которая будет работать честно, которая будет работать не так, как раньше работали, что друзьям все, а врагам закон, о которой будет понятие верховенства права, понятие, что есть конституция. Вот это основные требования. Я коротко добавлю по Баранову. Мы его ж, вы видите, не выгоняем с кабинета, не бьем. Мы говорим свою позицию, свое слово, факты говорим, что человек недостойный. А наверху пусть решает, отправили туда письма и так далее. А хочет работать, пусть работает. А я добавлю, а хочет исправиться, пусть исправляется, время есть. Пусть вернет то, что там настроила его дочка Марина, его жена Наталья Васильевна, его друзья Алексея Антидзе, Александр Македонский, Виктор Гречко, Кулебаба. Я ж знаю, я не все говорю, но я сколько знаю. В охранной зоне, в рекоративной зоне, в охранной зоне высокольких проводов понастеряли. Нельзя, а и можно, Баранов уже мером был. В рекоративной зоне понастеряли. Вот я и обращаюсь с помощью ваших телекамер и прессы к Баранову. Валерий Алексеевич, верните то, что вы незаконно в Бердянске получили, настроили, ваша дочка, вот эти ваши все там приближенные. И мы тогда увидим, вы исправляетесь. Может потом и согласимся, а сегодня категорически нет. Я говорю Баранову, он не должен быть на этой должности. Кроме Баранова, правильно я понимаю, речь идет и о замах. Естественно, это команда. Вы никак их не принимаете? Нет, конечно. О чем говорите? Ну как можно принять Самардака? Да, человек, который идет сюда для того, чтобы работали схемы. Старые. И индусовские, это всенародные схемы. Все знают, кто такой. Это как может быть человек, который остаться в власти работать, который организовывал разону Майдана, который способствовал тетушкам, раздавали им там в обл. администрации биты. Это врагом. Это Яганчаруке. Как может работать бойка, которая организовывала, будучи в Горсовете, организовывала антимайданы. Вот вы говорите, клан Янакиевский. Кто на сегодняшний день? Запорожье яркий представитель, на ваш взгляд, этих кланов. Значит, в пресс-релизе вот там схема, где есть. Вот схема, это вся, это полностью, которая отследилась от Киева до Запорожья. Вот эта вся схема, это все представители здесь на схеме, это все представители клана Янакиевской. Вы можете кого-то назвать там? Они никуда не ушли. Здесь все есть. Здесь все есть. И Илья Поттыный, Анатолий Зуй, это и Сергей Духовенко, Александр Хоменко. Это те люди, которые непосредственно привозили тетушек. Хоменко, это который Хама? Да, это и Руслан Триполец, через которого и Гробовского, через схемы, которые обналичились, если это их не конвертационные центры. Это и сегодня Валерий Безлепкин. Это, естественно, и Валерий Баранник, криминальный авторитет. То есть, это вся одна и та же схема, которая сегодня пытается просто сказать, ну, скажем, с новой властью. Ведь они сегодня уже везде там, они сегодня уже все с новой властью. Они сегодня так или иначе занимают уже теневые свои расклады. То есть, они уже серые кардиналы. То есть, вот опасность чего для новой власти. Создают общественные организации? Конечно, конечно, создают общественные организации. И вот в чем опасность всего этого. Что, понимаете, что мы, скажем так, как в Киеве, я извиняюсь, как в Киеве, так и в целом по Украине, под народную самооборону, под правый сектор, сегодня кто только уже не маскируется, таким образом делая разбойные нападения, таким образом делая грабежи, ну, дискредитируют народную самооборону, ну, все маскируются вот на фоне революции. Вы можете утверждать, что вот Баранов, например, в курсе всего вот этого, что у вас там... Если он не в курсе, то я думаю, что прокурор ему напомнит. Если он не в курсе, то что он занял это место? На корабле отвечает капитан за состояние корабля, за... Понимаете, то есть не быть в курсе, потому что сегодня уже до нас дошли слухи, сегодня доходят до нас слухи уже, и мы это сейчас проверяем, эти все информации, в том плане, что уже начали продаваться места в райадминистрациях, и называются конкретные суммы. То есть вот опасность чего, как вы говорите, временный губернатор, вот опасность чего, что опять продаются места. На ваш взгляд еще, Василий, вопрос. Запорожье против беспредела тоже активисты Майдана, да? Вот их роль вот в этом всем какова? Вот почему у вас с ними нет взаимопонимания? У нас не то, что у них нет с ними взаимопонимания. Дело в том, что у нас пошли разногласия с первого дня, когда они начали петь дифирамбы Баранову, и ко мне лично Лех подошла, в тот день мы с Шацким разварили, когда четвертого представлялся Баранов, и она мне начала доказывать, что какой Баранов хороший, что лучше Баранова здесь никого нету. То есть это насторожило изначально, потому что, зная биографию... Вы увидели заинтересованность, да? Конечно, конечно. Василий Васильевич, а вот смотрел схему, которую вы раздавали сегодня, Скажите, а вот что с Анисимовым вообще в всякой ситуации? Анисимов здесь как, да, на ваш взгляд? Вы знаете, я вам честно скажу в том плане, что человек сегодня, я не знаю, находится под стражей или где... Сегодня, смотрите, мы сегодня говорим о том, что Анисимова, допустим, будем так образно говорить, Анисимова посадил ни Серба, ни Степанов, да? Анисимова посадила система. Мы сегодня говорим о том, что не менять надо того или того или другого. Сегодня нужно менять целую систему. Вот что, вот за что люди стояли на Майдане. Вот это основное сегодня, что не меняется система. Я вас правильно понимаю, что вы утверждаете, что система осталась? Конечно. То есть ничего не поменялось в этом теневом раскладе, в Запорожье и в регионе, да? К сожалению, ничего не меняется на сегодняшний день. То есть поменялись люди и покрасили? По крайней мере, мы не видим сегодня... Понимаете как? Когда начинают говорить, что вот опасность того, опасность всего, когда сегодня только начинается убаюкивание, и за три недели уже новой власти ничего не изменилось, то поверьте мне, опасность того, что ничего не изменится, а может быть еще услубиться будет хуже, вероятность идет к 99%. Вот это опасно. Абрухан Адухилович, а за что вы третье дело Геременка придумаете? Вы официально сегодня сказали... Я не придумываю, я буду просить ее отчитаться за динни, который собирала на Майдане, и куда она их делала, потому что в общем-то я не видел трат на поставку людей, на содержание там палатов, там палатки, где написано «Запорожье», вроде «беспредел». находились 70% людей из Кирового Рада, которые тоже приезжали за свои деньги. То бишь, вроде бы деньги брали на благое дело у людей, пожертвы, а потом куда они девались, я не знаю. То есть отчетности за средства? Да, вот я ей буду попросить. Все питались вы за чей счет, на Майдане? Значит, за счет питания я вам только что показал, Киев, дальше я лично кормился на так называемой Бендеровской кухне, Львовская сотня, которая получала снабжение со Львова, привозили машины, мы там кушали, у меня даже есть фотографии, где мы котлы на улице, столовые внутри, три столовые внутри палатки Журтневи, там я кушал. Мне тоже парень жаловался с Киев, с Запорожской палатки, что Запорожье не помогает. Ничего не помогает, я извините, общался со всеми. Я это могу подтвердить. В смысле, что Запорожье отсюда не помогало палатке в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Майдане. Там было две палатки, две палатки, вот одна названная, справа, спильная справа, Запорожья, в которой 70% Кривой Рог и Кировоград, три или четыре человека Запорожья, в Михайловский район, Новониколаевский район и Энергодар. Люди находились. Я приезжал постоянно туда, в смысле, заходил к ним постоянно туда, ну, вы знаете, где палатка Журтневи, очень далеко было ходить, я не мог, варты на баррикадах, прочее, прочее, то есть текучка, но я находил время, хотя бы раз в два дня, посещать их беседу. А вы муж на форме предъявили, или претензии? Нет, я не хотел, вообще этот вопрос поднимать, до момента пока... Вы можете предположить, о каких суммах идет речь? Да, могу приблизительно 260 тысяч. 260 тысяч за три месяца. Собрано в Запорожье, и оно не доехало до Киева. Я не знаю, куда оно доехало. Я тоже это могу подтвердить, потому что я был 19, 20, 21 на Майдане, в Киеве, и мы были еще с одним человеком, с Валерием Михайловичем Золотовым там, и действительно, это тоже подтвержу. Мы кушали, питались, никак не в запорожской палатке. То есть там приглашали киевские палатки, приглашали там... Соратники из других регионов. Да, да, они даже обижались, что если к ним не подходишь. Они даже, питание было очень хорошо, это все, но, к сожалению, возле наших палаток, если там другие палатки, там Львов, Ивано-Франковский, все эти стояли столы, то возле наших палаток не было ни столов даже. То есть это действительно факт. Татары, татары кормили, прямо возле символа Украины. Я думаю, что будем закругляться. Значит, сейчас вы подписываете заявление, и ваши действия дальнейшие, вы передаете это в Киеве. Мы передаем... Генеральному прокурору... Официально даете ход? Генеральному прокурору и даем нашему прокурору шансы. И передаете вот эти материалы по схемам, по Енакиевским, по Самардакутам, значит, мы от нас троих вот это заявление подготовили по всем этим схемам, то есть у нас есть подтверждение, документальное подтверждение. Я первый подписываю, я думаю, Анатолий Викторович и Анатолий Филиппович тоже подпишут, и мы поручим Анатолию Филипповичу передать, дать ход дальше этому. По заявлениям, если вы не просите. Да, да, да. Так, сейчас, сейчас вот еще одна. Вы пока... Да, пока там, кто выпущен, пока вы берете. Вы, Анатолий, что-то хотели еще дополнить? Я хотел коротко сказать по Еременку, Милинченко. Скажу справедливо, они большую работу делали. И митинги организовали, и, ну, скажем, там немножко, что эти всякие там и плакаты, и другие там, и пузыри отпускали, и голубей там пускали. Но, скажу, недостатков тоже много. Так нельзя. Я даже скажу, я все митинги прошел в Запорожье. Было так, что и раньше еще до этих событий сегодняшних тоже слово надо выпрашивать. Вам только две минутки на выступление. Вот то говорите, то не говорите. Я никому не указывал, что говорить. А в последнее время, если вы помните, предыдущее воскресенье, вообще меня за рукава хватали, за спину хватали, не давали вообще выступить. По Баранову сказать эту правду. Я сказал, подошел к микрофону, я сам себе даю слово. Ну, кто был там, видели. На прошлом митинге, как мы тут все сказали, нам слова никому не дали. Ну, потому мы пришли на то происхождение, так же нельзя, так нельзя, я же не за это боролся. Поэтому я считаю, что на последнем этапе они уже от нас хотят отвернуться, наверное, свои цели достигли, а революция только начинается. Еще у нас впереди работа и работа, потому что, как мы говорим, поменять всю систему власти, привести порядочных, честных людей в власти, проиллюстрировать всю милицию, прокуратуру, суды и так далее, непочатый край работы впереди. И я их не раз призывал на всех радах и так далее. Давайте дружить, давайте вместе. У нас очень большая работа впереди. Ну, они, я скажу, прямо... без завершения, мы с ними не хотим ругаться. Мы хотим, чтобы они верно служили нашему Майдану и революции. Я даже их призываю, если они меня увидят, что Елена Еременко, Патрия Семенченко и другие, давайте служить верно Майдану и нашей революции. И не устраивайте больше такие всякие свои, ну, скажем, нехорошие действия. Ну, все, я так понимаю, да, друзья? Да. Спасибо. Я хочу вас всех поблагодарить. Виталик, тебе очень большое, огромное спасибо, потому что, к сожалению, к сожалению, у нас сегодня мало кто слышит, и благодаря тебе, я думаю, что сегодня мы не просто хотим, чтобы общественность услышала, мы хотим, чтобы Киев услышал это. Спасибо всем друзьям.